На сайт нашей передачи vera.vesti.ru приходят вопросы от телезрителей. Спрашивает Алла Дмитриевна. «Я прочитала все Евангелие, но так и не поняла, откуда появился Бог. Он создал мир и человека, но как появился Он Сам?» Бог ниоткуда не появился. Бог всегда существовал, существует и будет существовать. Бог, если хотите, это единственное существо, которое никогда не начиналось и никогда не закончится. Все остальные существа созданы Богом, и они получили начало во времени. А Бог существует вне времени, Он является Творцом времени. Он никогда не начинался, Он никогда не рождался, Он всегда существовал. Спрашивает Валерия из Екатеринбурга. «Проясните вопрос о языке богослужений. Я знаю, что его неоднократно задавали, но у меня, как и у многих людей, до сих пор нет полного понимания. Обычно говорят, что церковнославянский – это язык, на котором изначально велись службы. Если следовать такой логике, то можно пойти дальше. Надо вести богослужения на греческом, но поскольку Христос говорил на арамейском языке, то, может быть, перейти на арамейском. Вот такой вопрос. И похожий вопрос задает Виталий Борисович. Язык богослужения – это тема, которая в нашей Русской Православной Церкви обсуждается очень давно, по крайней мере, с XIX века, когда на эту тему писал святитель Феофан Затворник. Проблема здесь комплексная, и решать ее надо комплексно. Просто так перевести византийские богослужебные тексты VIII века на русский язык – это еще не значит сделать богослужение понятным. Вот я проводил такой простой эксперимент, когда я служил в венгерской епархии. У нас там был русскоязычный приход, и на одной службе я прочитал великий покаянный канон Андрея Критского не на славянском языке, а на русском языке. Люди точно так же ничего не поняли на русском языке, как они не понимают этот текст на славянском. Почему? Потому что это сложный богословский текст. Это текст, который был написан в эпоху, когда люди, а в особенности монахи, для которых писался этот текст, очень хорошо знали Священное Писание. Сейчас люди Священного Писания в большинстве своем не знают, даже наши православные верующие. И просто воспринять на слух такой сложный богословский текст, даже на русском языке, практически невозможно. То есть вопрос здесь заключается не в том, чтобы перевести тексты на русский язык, а в том, чтобы сделать богослужение более доступным, более понятным. Для этого в каких-то случаях русский язык может использоваться. Ну, например, Святейший Патриарх предлагает тем священникам, у кого есть к этому желание, и у кого на приходе есть соответствующий запрос, читать чтения из апостола и из Евангелия по-русски, а не по-славянски. В некоторых приходах такие чтения бывают и по-славянски, и по-русски. Как, например, на приходе, где я служу. Но в полной мере решить вопрос понимания богослужения можно только за счет того, что людям будет постоянно объясняться смысл богослужения, а кроме того, за счет того, что люди будут серьезно относиться к чтению Священного Писания. Потому что, не зная Священного Писания, не зная Библии, не зная не только Евангелий, но и Ветхого Завета, невозможно понимать богослужения. Спрашивает Виктория из Харькова. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от эгоизма, от зацикленности только на себе? Я не могу всем сердцем проникнуться в проблемы близких, в голове только свое. Для того, чтобы избавляться от эгоизма, нужно учиться ставить себя на место другого человека. Вот к вам пришел человек с каким-то вопросом или с какой-то проблемой, а вы пытаетесь эту проблему решить из своего собственного опыта. А вы попробуйте поставить себя на место этого человека, как бы вы поступили или что бы вы чувствовали в такой ситуации. И попытайтесь из этой перспективы другого человека ему помочь, ему посочувствовать. Этому, конечно, надо учиться. В каких-то случаях к этому надо себя принуждать. Нужно заставлять себя выходить навстречу другому человеку, открывать ему свое сердце. Но и, конечно, нужно молиться Богу о том, чтобы Господь помог вам избавляться от эгоизма и помог видеть других людей с их проблемами, с их скорбями, с их нуждами, с их болезнями и приходить им на помощь. Спрашивает Елена из Москвы. «Поясните, пожалуйста, заповедь, не судите. Ведь наш Спаситель, согласно Писанию, в спорах противоречит первосвященникам и книжникам, называя их порождениями ехидны и лицемерами». Кстати, хотел бы сказать, что выражение «порождение ехиднины» — это не очень удачный перевод того, что более правильно было бы перевести как «змеиные отродья». Это выражение, которое использовал Иоанн Креститель. И Господь Иисус Христос заимствовал его у Иоанна Крестителя. Греческое слово, которое переводится как «ехидна», в действительности означает «змею». Но это к слову. А по сути вашего вопроса могу ответить следующее. Господь призывал не судить людей и не осуждать людей. Но Он никогда не призывал к тому, чтобы человек отказывался от дара рассуждения. То есть, например, мы должны понимать, что такое грех, что такое греховный образ жизни. И мы имеем право осуждать греховный образ жизни, но мы не должны осуждать грешника. И вот сам Господь Иисус Христос показывал пример. Многочисленные примеры в Евангелии содержатся того, как Он не осуждал грешников. При этом Он никогда не оправдывал грех. Когда пришла к Нему женщина-грешница для того, чтобы помазать Его ноги благовонным миром, Он ее не осудил. Но Он и не оправдал грех. Он просто так с ней поступил, что она без всяких слов поняла, что она должна изменить свою жизнь. Вот Господь призывает нас действовать именно так. Не осуждать людей, но жить так, чтобы они, соприкасаясь с нами, сами понимали, что является грехом, а что является добродетелью. И брали с нас пример. Я хотел бы завершить эту передачу этими же словами Господа Иисуса Христа, о которых шла речь. «Не судите, да несудимы будете, ибо каким судом судите, таким и вы будете судимы». Я желаю вам всего доброго и да хранит вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok